Олимпиада в Токио уже закончилась, но споры вокруг результата соревнований в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, где у россиянки Дины Авериной отобрали победу, не утихают до сих пор. Российская спортсменка стала второй в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на прошедшей Олимпиаде в Токио. С золота отдали представительнице Израиля, Линой Ашрам, которая во время финального выступления уронила ленту. Тренер Линой Ашрам долго хранила молчание, но решила высказаться. Она заявила, что русские, просто не смогли достойно проиграть. И до сих пор остро воспринимают эту ситуацию, считая, что у Дины Авериной, фактически на глазах у всего мира, отобрали золото. Несмотря на то, что все понимают, что Линой вытянули судьи, и она бы никогда не получила золото в другой ситуации, команда защищает подопечную. «Я не виделась с тренерами Диной и Арины Авериных. Очень неприятная ситуация. Жаль, что люди не умеют достойно проигрывать», – поделилась мнением Айлет Зусман в интервью израильскому телевидению о скандале на Олимпиаде в Токио. После такого наглого высказывания тренера Линой Ашрам в сторону Дины Авериной, ответила заслуженный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. «Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки не было ни одной золотой медали, ни на Гран-при, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии, никогда, в многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над доверенными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зусман говорит неправду», – заявила тренер. При этом, она не имеет претензий к белорусской спортсменке Алине Горносько, которая стала третьей. Та сделала меньше ошибок, чем Арина Аверина. «Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так, Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько, вторая, а Ашрам, третья. По именам, да, они все должны находиться на пьедестале», – рассуждает Винер-Усманова. О судейской несправедливости активно высказывались многие известные спортсмены. Ситуация даже вынудила впервые за несколько лет выйти на связь олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, которая была возмущена произволом судей. Звезды спорта говорят, что это было явно подстроено для того, чтобы свергнуть Россию с первого места. Ведь с 90-х годов российские гимнастки всегда были лучшими.